Добрый день! Записываю видео по пособию, которое я издал год назад. Задача строительной механики с принятием ПК Лироса про статические определимости ажимовой системы. Записываю по нескольким причинам. Первое, задал слушатель мне на канале вопрос по поводу, где урок по арке. Ну, смотрите, я сейчас расскажу по пособиям. Уроки у меня все, которые есть в открытом доступе по аркам. Единственное, что три урока у меня получается. Смотрите, где они идут. Три урока, вот те, которые на канале Ильич Идинов. Один урок там есть у меня на канале, на канале ЦИЦКНОГУ. Значит, вернемся, поэтому на вопрос слушатель могу ответить. То есть, уроки, в принципе, все, которые есть, ну, кроме самых черновых, есть в открытом доступе. Смотрите, если вас интересует, открываем это пособие. Еще раз расскажу, про зачем я издаю такой методический материал. Конечно, когда я учу студентов строительной механики, там, другим поддисциплинам, сначала мы все всю дисциплину начинаем изучать ручками. То есть, в тетрадочке, на доске. Еще раз говорю, конечно, без лиры сапры, без маткада, в конце концов, мы не войдемся. Но, повторяюсь, пока я не увижу, что студент, не знаю, у него в голове не сложилась хотя бы начальная база знаний, я никакой компьютер как бы не открываю, программы не запускаю. Но, с другой стороны, хочу сказать вот про то, что уже и на канале, многие слушали, подтвердили мою точку зрения, что когда просто рассказывается теория, и эта теория не подкрепляется численными примерами, а вы придете на производство, вы будете считать именно не в тетрадочке, в клеточку, получается, а вы будете с помощью специальных программ, не обязательно лиры, скаты или так далее, но вы считаете. Поэтому надо комплексное применение. Ну, немножко, давайте, расскажу еще про пособие, что здесь есть. Ну, в принципе, ничего тут, может, особенного нету. Наверное, самое интересное, на что мне нужно обратить внимание, это две темы. Это тема, которая касается расчета арок. Тут даже вопрос не в самой арке, потому что арка не так часто встречается на практике, а в принципе, потому что элементы арки это сжатые, сгибаемые элементы, сжатые, сгибаемые элементы. И там, я как показывал, НДС раскладывается на две составляющие, как очень часто бывает. Ну, еще второй пункт, это касается определения перемещения изгибаемых элементов. Поэтому, еще раз вернусь к вопросу слушателя, то есть все, что есть у меня в открытом доступе, смотрите еще, то есть, если вам интересно, вот пособие, ссылочка там есть мое. Конечно, это не видео, но я думаю, какую-то полезную информацию можно получить. Еще хочу сказать, на данный момент я ничего из открытого доступа практически не убираю, у меня практически 99% в открытом доступе, но, я говорил, специальности у меня заканчиваются, просто как бы все равно на что-то все-таки в конце концов, возможно, я с открытого доступа уберу, а может и не буду. Теперь еще, эта же информация будет полезна для студентов ЗАБГУ. Я сейчас работаю с группой СУС-20, в первую очередь касается, там есть несколько девушек, которые, я смотрю, очень хорошо как бы это воспринимают мой материал. У вас трой мех, по-моему, три семестра изучали, но однозначно вы изучали на ручках. Поэтому, если интересно, я вам советую, я сегодня запишу урок по расчету стальной балки, а вам советуют, откройте вот этот пример расчета трехшарнирной арки. Ну и посчитайте для себя просто, если вы хотите действительно получить полезные знания. Ну, поэтому все, теперь еще немножко добавлю. Сделал паузу, последнее, что хочу еще добавить от себя, то есть осенью провел такие первые пробные дистанционные курсы. Ну, конечно, там было много жероховатости, но с другой стороны, вот сейчас мы начнем со слушателем немножко там еще работу общей вести. И я для себя думаю, если бы они у меня строй мех не прошли, они ко мне пришли, вроде есть какая-то база знаний, но как бы относительно полной базы знаний, связанной нету. Поэтому, еще раз говорю, если кто собирается действительно серьезно заниматься расчетом и проектированием конструкций, без знания строительной механики, не просто без знания строительной механики, а именно как задача строительной механики решается и на руках, и ручной счет, и численный расчет, и плюс уже дальше идет МКР. Еще раз говорю, я глубоко убежден, хотя даже мои ученики со мной не согласны, что Ирина Николаевич, как бы, чтобы водить машину, не обязательно там знать, что внутри. Ну, наверное, где-то с ней можно согласиться, но для решения сложных задач, еще раз говорю, особенно знание задач строительной механики, оно является, по сути, обязательной базой, без которой, в принципе, и МКФ, в том числе, без которой считать сложные задачи, балку, раму, ферму можно считать, что-то более сложное считает, а это, в принципе, неправильно. Последнее, так еще раз добавлю, то есть для студентов ЗАБГУ, смотрите, я бы вам советовал посмотреть задачу, которая касается трех шарнирных арок, ну, посмотрите, еще вот очень, она вроде простая балка, скорее всего, считали, это касается задачи составных балок. У меня, кстати, по составным балок здесь есть вот в пособии, вот я-то рассмотрел многопролетную составную балку, сама, может быть, задача тоже, как арка, не часто встречается на практике, но здесь рассматривается метод сечения, потому что, когда мы с вами считаем любую конструкцию, у нас никогда, практически, мы не берем полную модель, никогда мы с вами не берем полноценную модель, мы всегда вынуждены, что из этой полноценной модели какие-то отдельные элементы вырезать или так далее, а для этого необходимо использовать метод сечения, понимать, как он работает. Ну, наверное, по этому уроку все, для студентов СУС-20 я сегодня еще запишу еще урок по расчету до железобетона, мы пока, как бы, до теории еще серьезно не доберемся, давайте мы с вами на прошлом занятии рассказывал про растянутые элементы немножко, давайте, я сейчас разгружу, изгибаем элементы, про теорию привязанную как к расчетам, но опять же, это будет привязано и к лире, ну, по этому уроку все.